Сегодня на базе Центра традиционной тувинской культуры и ремесел прошел обучающий семинар по получению грантов президента Российской Федерации на реализацию социальных проектов с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций Тувы. Организаторами мероприятия выступила Региональная общественная палата совместно с Министерством труда и социальной политики Республики. Семинар провел заместитель генерального директора фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев. Спикер рассказал участникам семинара основные проблемы при подаче заявок, ознакомил с системой экспертизы проектов фонда президентских грантов. Подробнее разъяснил особенности оценки проектов экспертами по критериям. Участников также волновали вопросы возможности реализации проектов в малых городах и селах, а также рекомендации по реализации проекта победителя. Когда какая-то логика нарушается или, например, заявленная команда не отвечает тем мероприятиям, которые в проекте написаны, да, то есть явно не способны их выполнить. То есть типичная ошибка – это отсутствие логики, пожалуй, да, вот как бы если так обобщить немножко, да, то, о чем я рассказывал, там довольно большую часть мероприятия. На первом месте у нас грантовое направление по охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни. Ну, оно самое популярное. Всего у нас три самых популярных грантовых направления. Я бы хотел выделить охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни – первое место. Второе место по популярности у нас занимает поддержка проектов в области науки, образования и просвещения. И третье место – это соцобслуживание, соцподдержка, соцзащита. Вот три самых популярных грантовых направления. Для нашего региона подобные мероприятия важны и нужны, признаются участники семинара, потому как среди них очень много представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, которые не раз подавали заявки на президентские гранты и по каким-либо причинам не прошли. Все некоммерческие организации нашей республики, они заинтересованы в участии в этих проектах, в грантах и очень здорово, что здесь у нас есть еще и победители, прошлогодние пять организаций. До начала, до выступления нашего спикера Дементьева Иннокентия Андреевича выступила Эльвира Сергеевна Лифанова и рассказала о типичных ошибках, о своих победах и я думаю, что нам это всем полезно будет. И о курсах валют. Доллар стоит 56,61 рубля, евро 69,80 рубля.